Партнер программы – развлекательный портал «Геометрия». Валерия Грылова – герой этой недели. Это программа «Культурная виза». Здравствуйте! Музыкально-гуманитарный лицей Валерия Грылова пришла учиться шесть лет назад на класс фортепиано. Просто так, никто не навязывал, никто не заставлял. Девочка увидела инструмент и ей захотелось играть. Потому что это красивый инструмент, звучит очень красиво, много клавиш, интересно, как она звучит, каждая. Меня занималась тетя, я услышала, что она занимается очень красиво, я тоже захотела. Так начался долгий музыкальный путь. Обучение игре на фортепиано – процесс сложный и длинный. Одна из главных задач – накопление живого слухового опыта. Умение улавливать выразительность мелодий разного характера и окраски. Сначала, конечно, когда я пришла, нужно же изучать ноты, как они называются, как они выглядят. И сначала было сложно немножечко. Но постепенно я уже все выучила, стало легче. Лера у меня учится с первого класса. Очень способная, трудолюбивая, терпеливая. Эмоциональный такой хороший отклик на произведение. Затем технически. То есть вот беглость и моторика – это все, можно сказать, большой труд для ученика. Это большой труд. И она, в общем-то, с этим справляется. И что мне еще хочется, конечно, отметить, что большая заинтересованность родителей. Родители очень заинтересованы и в дальнейшем ее обучении. И поэтому планы у нас профессионально продолжить образование. Вообще, видите, фортепиано у нас такой инструмент, имеет огромный тембр. Поэтому здесь очень сложное такое взаимодействие между… Потому что, если взять скрипку, у нее свой тембр. А мы здесь можем найти буквально все тембры любого инструмента, симфонического оркестра практически. Вот. Поэтому, чем еще сложно? Тем, что ребенок не только горизонтально учится, вот когда он уже начинает бросать сечение нот, но и вертикально, то есть и горизонтально, и вертикально. То есть очень хорошо развивается мышление. Более ста учащихся фортепианного отделения с разным уровнем подготовки и разным репертуаром. По словам Анны Рыжиковой, репертуар формируется с учетом возможности ребенка. Все индивидуально. У Леры, надо сказать, что, конечно, репертуар повышенного уровня. Повышенного уровня, потому что она все-таки у нас входит в, так скажем, перспективные учащиеся. И репертуар формируется, конечно, уже с учетом ее способностей, ее возможностей. А возможности у нее хорошие, поэтому мы играем и классической музыки очень много, полифонической, крупная форма, есть у нас такие произведения. И достаточно высокого уровня. Чтобы соревноваться, нужно именно такой репертуар играть. Обычно мы начинаем, конечно, с знакомства с клавиатурой. Поскольку дети приходят, они видят ряд белых клавиш, ряд черных клавиш. Сразу объясняем им закономерность, что черные клавиши, они у нас группочками, по две и по три клавиши. Дальше знакомим с механикой инструмента. Обычно мы занимаемся, конечно, пианино. Там открываем заветный ящичек, смотрим струны. Но здесь вы тоже видите струны. И начинаем знакомство уже от струн со звуком. То есть у нас звуки есть, низкие струны. При этом ребенок заглядывает, и он смотрит, аж струны очень толстые. Есть звуки высокие, там очень тонкие струны. И есть звуки посерединке, те, которые мы можем спеть нашим голосом. Далее классика жанра. Знакомство с нотами и нотной грамотой. Получив минимальный багаж музыкальных азов, ученикам предлагают изучить первые легкие произведения – песенки. Первые мелодии, конечно, очень простые. Очень простые. Например, такая вот. Я играю произведения Баха, инвенции. Играю произведения разных композиторов. Так, за плечами у Леры уже семь серьезных музыкальных состязаний. Одно из самых значимых – международный конкурс на крыльях таланта, который проходил в феврале этого года в Бурятии. Валерия стала обладательницей гран-при. Я подумала, я – это я. Гран-при она получила на фестивале, конкурс-фестиваль называется, международный конкурс-фестиваль, который проводит у нас фонд, московский фонд «Планета талантов». Он у нас проходит второй год. И да, здесь в Улан-Удэ они приезжают. Очень интересный конкурс. И в прошлом году у нее была, по-моему, она лауреат второй премии была, а вот в этом году она стала обладателем гран-при. Когда я начала играть, я вышла и все, и как будто бы все уже далеко. Но это было сложно, потому что там много детей играет, они тоже хорошо играют, и нужно показать себя с хорошей стороны. Исполняла она два произведения – «Койлинг», «Маленькая венгерская рапсодия» и «Композитор двориона» с «Интермецо». Два достаточно серьезных и сложных произведения, которые, в общем-то, были отмечены в жюри. И один из членов жюри, это был скрипач из Новосибирска, он даже отметил, что хотел бы с этой девочкой сыграть в ансамбле. Для меня музыка – это эмоции. Она пришла, в общем-то, с хорошими способностями, но все это в процессе развивалось. Я бы не сказала, что у нее были сразу одаренные. Как все дети. Да, как все дети. Но именно благодаря своему трудолюбию, терпению, усидчивости она достигла таких результатов. Умение приходит с опытом. Однако разглядеть способности ребенка и направить их в нужное русло – дело непростое, хлопотное. Вознаграждением за труд придут мелодии, которые станут так близки вашему сердцу. СТИЛЬ ВЕДУЩИЙ САЛОН КРАСОТЫ СЕКРЕТ УЛИЦА ЖУКОВСКОГО, СЕМЬ ТЕЛЕФОН ПЯТЬ СЕМЬ ПЯТЬ СЕМЬ ПЯТЬ СЕМЬ ПЯТЬ СЕМЬ ПЯТЬ СТИЛЬ ВЕДУЩИЙ МАГАЗИН МОДНЫЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ ЛЕДИ ШАРМ ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС ГАЛАКСИ ПЕРВЫЙ ЭТАЖ БУТИК СТОДЕВИТЬ ТЕЛЕФОН 8-950-386-8034